а разавр давай я в тебя верю а победил я вам кричу ребята делаем ставки сколько сможет завалить надо заур еще один он и по и он побьет рекорд ребята всем привет с вами александр джу у вас gold evolution вы долго ждали и я долго ждал эту игру и у нас будет сегодня особенная серия что мы хотим сегодня вместе с вами посмотреть знаете что ну наверное в первую очередь насколько наши травоядные нифига не слабые животные и как как сильно они могут надрать задницу хищником ну а если быть точнее то я хочу сейчас сделать видео в котором каждого из хищников начиная от велоцираптора дилофозавра с этой мелочи и доходя до индоминуса эндораптора и тиранозавра и гиганотозавра и всех остальных как их будут побеждать травоядные ну и попутно мы еще выясним какие травоядные более агрессивные и более сильные а какие нет в общем то мы увидим смерть каждого хищников от руки травоядная такая вот у нас на сегодня задача и для этого нам нужно перейти нашу боевую арену нажимаем загрузить у меня здесь есть эндораптор и это то арена в которой мы снимали сражение с эндорапторами у нас там как раз все все инкубаторы заполнены всеми и хищниками и получается нам нужно только вырастить ну много разных травоядных но естественно мы не будем выращивать каких-то безобидных травоядных по пару за орлов а они не или гали мимо они не имеют возможности защищаться от хищников то есть у нас это будут всякие он анкелозавроиды и будут это естественно стегозавроиды то есть вот эти вот всякие твари они на 1 2 в общем то могут навалять любому хищнику ну зауропод у нас тоже вроде как не умели отбиваться ну если к надеюсь ничего в игре еще такого кардинально не поменялось но в общем то будем ребятки приступать так здесь у нас всевозможные эндораптор и здесь у нас уже хищники один набор там хищники второй набор и по какие-то хищники в общем то все они сейчас погибнут от рук от рук наших травоядных а кстати кто мне здесь бегает она здесь у меня дела сбегает кстати а за ним что эндораптор гоняется забавно ну что ребятки в общем то вот у нас короче все готовится крифте анозавры надо заврая парочку вывел и таких динозавров которых скорее всего сидят типа папа хицефалозавр или там дракорекс или стиги молоха ну так для разнообразия да ну буду их выпускать в случайном порядке у дамы с дракорекс гигас пикозавр так кентрозавр в общем то в любом порядке да ну а отсюда у нас будут выходить ну начнем наверное как-то с мелочи первый будет вела циротор вообще не знаю будут ли его атаковать и точнее будут ли он атаковать анкелозавров каких-то и будут ли они ему там люлей давать но мы постараемся это дело в общем то с вами сделать так первый у нас парнишка вышел но такой мелкий что его прям прям не видно так это у нас а резерв а вот здесь ну начнем допустим с анкелозавра он точно динозавр грозный может завалить и тиранозавра посмотрим хотя можно их даже анкелозавр кстати травоедных можно выпускать и побольше кстати неплохая идея вот так ну походу раптор у нас 1 пустит кровь он сажал нас дракорекса ну с одного на сколько он собственно так же есть и эдмонтозавров паразавролов с одного на сколько такой вот крохотный раптор убивает что прямо же неприлично так ну посмотрим наваляет ли ему кто-то или нет в этой серии так ну не уж то ли сейчас будет драка мне кажется он убежит как убегает больших хищников хотя все может быть нет смотрите кент разор встал в атакующую позу давай давай ну а вот то что о чем я и говорил он трусишка убегает анкилос давай привали его хвостиком разочек ну как вы видите в общем то травоядные абсолютно игнори от этих мелких хищников я не для них не представляет угрозы и судя по всему ну а между собой они начали сражаться просто моментально о смотрите копа думал он нападет распугает ну да еще поведенческие факторы в игре стоит много как дорабатывать ну раз такие дела тогда нужно выпускать кого-то посерьезнее эти ребятки вообще на друг друга до грызут это мы уже видели в нашей предыдущей серии ребятки кто не смотрел как наши все хищники сражались с эндораптором то есть как они проигрывали эндораптору да можете посмотреть видос но не все проигрывали так что можете смотреть так так что давайте тогда выпустим кого-нибудь кусючего бареоникс там водичка так что он пойдет сразу сюда так ну я думаю это будет наша первая жертва ну не считая не считая вот этой раптор победил дилоса да ну а сейчас кто давайте делаем ставки ребятки кто из этих красавчиков гигас пикозавр так за ура пельта кентрозавр и анкелозавр кто наваляет люлей этому бареоникс то есть в хищники я буду брать ребята стандартные то есть без прокачки без усиления ну может быть там мы на на финал оставим оставим эндораптора там какого-то вкачанного или эндоминуса посмотрим сколько он сможет завалить например три саратов со или анкелозавру так ну что давай хищник так ведь так вижу он на хочет нарваться на анкелозавра и еще делаем ставки битки кто сожжет этого велоцираптора какой из хищников его съест так ну бой первый начался красивенький анкелоз так сколько 37 процентов ну давай 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 бареоникс покажи на что ты способен но явно он уступает очень в размерах и в силе укуса тоже уступает так что да здесь бой предрешен еще один удар он уже не выдержит да первый повержен это было довольно в общем-то быстро выпускаем зухамима тут такой вопрос вообще еще вопрос на миллион в комментариях сможет ли кто-то из средних хищников типа зухамима корнотавра победить победить кого-то из наших травоядных такой вот у меня тут вопрос возник так у нас он сам согрелся зухамимчик и снова на анкелозавра то есть так а там вот там что идет драка да похоже нет драка будет здесь ну да там разбежались а вот здесь не разбегутся это точно ты не ручит и давай сдачу давай ну он короче они реально успеют отрегенить здоровья хотя укус смотрите какой был неплохой появилась вообще он кровью истекает зухамим истекает кровью насколько агрессивный анкелозавр анкелозавр это это эндораптор среди хищников он сейчас его положит только кости захрустели вот 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 ребята я об этом мне кажется ну его то рано или поздно кто-то съест но кто это будет вот алазавр мне кажется это будет именно тот кто съест давайте выпустим и такого да и на них пусть будет для комплекта бегать там скажем так давайте вот моюнгазавра выпустим мне пока что не приходится пополнять даже нашу армию травоядных у них комфорта конечно ноль так моюнга появился ну 84 то есть это у нас стандартный по идее тут должны быть все стандартные так ну в опасное место ты пришел мой дорогой я бы на твоем месте прожил бы лучше без водички так а раптор у нас наверно падаль поедает ну они там сейчас с дейнонихом порешают вопросы кого выберет себе я думаю уже мы выбрали кентрозавра он сейчас себе выберет ну битва вот та нас мало интересует нас больше интересует вот эта битва укус ну да этот бьет майонгазавр 55 а его ударили на 45 то есть кентрозавр бьет очень больно но уступает конечно хищнику анкилас grupo меньше И там идет битва Там у нас уже погиб И тут у нас Раптор, смотрите, Раптор Снова победил, у Раптора уже счет 2 Так, ну ладно Сделал ты Майюнгазавр победил Кто следующий? Заурапельта Давай, значит его победит, думаю Заурапельта, это все-таки у нас Не стигзавроид, это у нас уже Броневичок, так сказать Блин, смотрите, какой крупный анкел Насколько он крупнее, Заурапельта той же Нужно, думаю, сюда выпустить уже пару Трайков 78 это очень больно я помню я помню это реально больно бьется кент разавр принципе тоже такой же удар мог бы нанести не уже тоже из шипы вот на лопатках это просто избиение младенца началась это месть за кент разавра и рычат я не помню что были раньше такие звуки в игре это по-моему дар допилили игру так 14 на 78 но здесь все решено у сейчас будет фаталити да нет не было фаталити ладно выпускаем парочку рогатеньких динозавров с этой стороны а с этой стороны у нас кто пойдет аллазавр так нет давайте еще посмотрим что то кто у нас послабее есть есть карнотавр потом пойдет метриакантазавр аллазавра я выпущу последним среди таких вот среднегабаритных хищников неужели карнотавр у нас сразу согреться не попив водички посмотрим на агрессивность но он по ходу по агрессивнее чем предыдущие наши как он сарты он уже по моему готов он готов есть и смотрите они прям чего испугались реально от него убегает давай карник давай да 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 даст и это у нас стирокозавр а стирокозавр может навалять людей ну давай 72 но карник и имеет шансы на победу все хотя уже нет ситуация стремительно меняется это еще сзади подошел бы 30 ротовцы сделал бы ему клизму своими рогами 44 23 ну ну кто кого а этот смотрите он постоянно бегает он между всеми кто сражается пробегать смотрите он реально их разборонил он реально толкнул стирокозавра они толкаются то есть это у нас ух ты он бежал так будто бы рогами пытался кого-то проткнуть на кого-то теперь согришься так по ходу ты нашел свою смерть это целёхенький таразавр очень похож на три сара top сам чуть чуть побольше корона а стирокозаврик у нас вот там у ребятки все хана тебе не надо было менять свою цель да ну и вот этот момент ребятки о да бедняжка карнотавр сделаем себе снимочек на память вот так вот прямо в мозг ты жестокий таразавр так первая красочная у нас скажем так победа так давайте теперь вот выпустим обычного цератозавра давай дружочек не стесняйся наш кирпичный носорог похоже кстати на свечечку представим что мы в айзу и играем цератозавром там пахнет смертью да 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 какую смерть и выберешь себе булавой по зубам или может рогом прямо в черепушку или хочешь тебя заколол например какая-то антарктопелта так походу он хочет прочистку ушей но не от рогатого от зауропельты о ничего себе какой-то сильный посмотрите он так сильно укусил скорее всего это зауропельта настолько слабая то есть у тебя есть шансы сажать целых двоих неужто ли мне придется выполнять выпускать пополнение но анкелозавр тут ходит ходит и горе не знает кстати нам знаете чтобы не мешало сейчас нужно построить какую-то кормушку только захрустела молодец и ратозавр так может вы просто ребятки там с голоду пухните так ну цератозавр явно будет сыт особо я не буду не пытать пытаться кого-то лечить если что мы просто построим новых но анкелозавру совсем плохо ну эти ребята пострадали я понимаю почему анкелозавру плохо я не знаю так а тут кто еще и гравтор бегает да смотрите реально они он распугивает их они боятся убегают хотя зря стерекозавр я в тебя верю ты можешь его просто нанизать чё ты хочешь мертвичинку покушать мою анкелозавра да не давай вот ну кто кого но походу цератозавр съест должен съесть но у нас бесконечное количество травоядных ребятки так что он в любом случае погибнет но я бы хотел чтобы его наверно анкелозавр завалил перед своей смертью реально смотрите как сильно кусается цератозавр честно говоря не понимаю почему а я уже боюсь представить что сделает анкелозавр аллозавр аллозавр что сделает завалил так давайте мы еще кого-то выпустим раз такие дела так эти все жадно накинулись жрать листву ну принципе ладно пусть едят себе но цератозавр то до сих пор цел практически разок нам получил по роже давай ну ну анкелоса напади кормушка здесь вода здесь потому они не разбегаются это хорошо но там у тарозавр явно в панике о есть то что я хотел ребята ну хана тебе анкелос я верю в твою активность да ну видите он обычно атаковал первым а сейчас нет цератозавр намного более агрессивнее чем все те кого мы видели до сегодня до сейчас точнее ну в общем то спишем на то что просто анкелозавр был был ранен так ну вот пришел гигас пикозавр я прям уж не знаю ничего себе так раздает нам цератозавр я не ожидал от него такой пройти красиво выглядит кстати необычно и так смотри пластины прям ну давайте с этой стороны посмотрим оууууу смотрите какая булава так блин он реально его чуть ли не съел ну походу съест Получается что, шанс у нас только на анкилозавра, там и какого-то стигозавра? Стигозавроида какого-то агрессивного нужно. Потому что вот этих мелких панцирных он раскрывает как просто, как отверткой. Ну, еще одного бы, конечно, он не справился. Может, палакант его на дозавра добьет? Ну, что-то они какие-то мелкие. Ну, здесь победит сэротозавр. Здесь без вариантов. Хотя, смотрите, у них поровнуто, но он прокусит за один укус. Да. Динозавров убито. Четыре, ребята. Четыре. Это такая мелочь, иногда дозаврик бегает. А в Джорасик Лоделайв он выглядит вполне себе так. Грозно, я бы сказал. Так, ну давай. Таразавр, давай, я в тебя верю. Вот и все. Пришла кончина нашему цератозаврику. Зуб даю. И сейчас смерть у него будет жестокая. Ту, которую он заслужил за четыре убитых травоядных. Его сейчас просто нанизают. Вот, вот так вот, ребята. Смотрите, куда он ему просто тыкнул. Он просто прокусил его навсквозь. Это да. Это было, конечно, сильно. Ну что ж, идем дальше. Выпускаем метриакантозавра. Какой красивенький. Как какая-то лягушка древесная. Ядовитая. Красивенький. Мне нравится его раскраска. Так, смерть от чьих шипов врагов или булав ты выберешь. Тут тебя ждут. Так, у нас осталось больше стегозавроидов, да? Гигаспикозавр, стегозавр и хуайанозавр. И бегает раптор. Никто его не хочет убивать. Так, ну вот, смотрите. Ну, маленький, да? Маленький какой-то он. Ну, гигаспикозавр молодец. А ну, 64. То есть, у него больше сил. 69. Ну, да, последний удар будет все решать. Примерно равные противники сошлись в бою. Ну, по-моему, решено. Может, ты можешь его уколоть? Ууу, какие жестокие раны. А вот и все. А вот и не решено. Победит метрик таки. Блин, я думал, он сейчас его толкнет. Как бы там проколет. Так, стегич, давай. Ты же самый агрессивный. У тебя мозгов, как у ракушки. Давай и наваляй ему, а? А это что было? Вы видели, как он кивнул головой? Я думал, он себе шейку сломит прям. Так, ну давай. Надо заврика. Хочешь съесть? То есть, ну, такие вот мелкие, они вообще без шанса. Да, они даже среднегабаритным хищникам проигрывают. То есть, нужно брать реально вот таких вот крупных. О, 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 смотрите, атакуют боком. У меня там хищник уже от старости в инкубаторах умирает. Ну, ничего, ничего. Кого надо, вырастим заново. Ну, жаль, что нет никакого добивания в этом случае, да? Все, он его оставит и все. Так, ну ладно. Хорошо. У нас есть еще здесь аллозавр, ребятки. Так, цератозавра мы обычного выпустили. Где тут наш аллозавр? Он самый агрессивный из не крупных хищников. Помните, он же первый, по-моему, даже у нас нанес урон Индораптору. Он единственный. Точнее, ну, первый. Единственный из средних. Только там Индоминус, Тиранозавр и Гигантозавр могли ответить Индораптору хоть чем-то. Так, кого ты выбрал? Гигантозавр, но он уже раненый. Он его может за один укус пробить. Ну да, так и случилось. Так, ну здесь все было легко. Так, нужно вырастить еще одного какого-то гигаспикозавра на всякий случай. Так, ах, какой красивый-красивый хасмозавр. Что-то какие-то роги короткие. Подождите, у него разве были такие короткие роги? Или его перерисовали? Так, кого выберешь ты себе в жертву? Так, во-во-во, наконец-то моя долгожданная битва. Стигозавр. Стигозавр против Алазавра. Так, так, не подведи меня. Но я простигозавра. 48. Блин, не, не сможет. Это у нас Алазавр по силе как Цератозавр получается. Ну, один укус все решит. Так, вот твоя жертва. Молодец. Одобряю. Сильный противник. А Алазавр, по-моему, тоже будет бить именно вот этим шипом. И он должен победить. Должен. 36. Ну, это невыносимо. 64% одним укусом. Он, не, токамайзером бьет. Но тоже ударил довольно больно. Но недостаточно. Уже преклонил голову. Видно, что проиграл. А, убежал. Смотрите. Не, вот это поворот. Так, ну давай на, на рогатого какого-то. Нет, все-таки на мелочь. На Алазавр у нас это уже новый Алазавр или все тот же живет? Ну, этот будет бить шипами. И он, походу, победит сейчас. Один процент, да, смотрите, это мелочь. По-моему, он уже второго убивает. Ему как-то конкретно везет. Так, давайте посмотрим на его статистику. Убито два. Да, смотрите, ему везет. Реально везучий какой-то. Мелочь такая, но везучая. Начнем с гиги. Рычи. Давай, рычи. Молодец. Иди кушай. Иди кушай. Вон туда. Фас. Фас. Давай, например, с Хосмозавром. Для начала. Он явно сможет положить. Но у нас пока что рекордсменция Ратазавр. Он смог победить четверых, ребята. Четверых. А то, гляди, у нас он на Дазавр выйдет в лидеры. У него пока что два. Так, ну вот они более агрессивные. Они не идут пить. Они сразу идут сражаться. Хуайаназавр. Тот, что выжил в прошлом нашем бою. Но сейчас ему хана. Он, наверное, за один укус его пробьет. Тут, наверное, только Анкелозавр может достойно сражаться. Ну или какой-то из Сератопсов. Да, один удар. 64% ребята. Это просто неимоверно. Ну тут вопрос. Сколько уйдет травоядных, чтобы победить одного гиганатозавра? Ну и то же самое с Тиранозавром, Индоминусом и Индораптором. И Спинозавром. Так, следующим у нас пойдет Спинозавр. Потом Тиранозавр, Индоминус и Индораптор, конечно же. Сколько каждый из них сможет сделать? Так, он выб... Гиганатозавр выбыл себе такие Таразавра. Кстати, обычный Трисератопс еще не вышел на арену. Ну давайте. Ну, ты хоть сможешь хоть что-то ему противопоставить? Молодец! Молодец! 30% снял! Смотрите, какой молодчинка! Не ожидал такого. Если он сможет ответить, то это будет шедеврально. Три удара нанести гиганатозавру, это... Многого стоит. Но они, наверное, решили разойтись. Хм. Да. Цератозавр, короче, он самый грозный оказался пока что. Так, а ну, везунчик. Сейчас везунчику не повезет. Это наш везунчик. Хотя все может быть. Два удара и хана. Неплохо держится, смотрите. Он всего лишь 24% потерял. А снял 28%. А, победил! Я вам кричу, ребята, делаем ставки. Сколько сможет завалить надозавр? Еще один он и... И он побьет рекорд. Это просто нереально. Не, кто мог бы подумать, ребята. Так, индоминус. Где тут наш спинозавр? Наш красочный спинозавр. Какие у него мощные массивные руки. Какие когти. Ну, давай, иди кушай. Столовая налево. Так. Ну, вот ты зря его не съел. Я бы на твоем месте его сразу захарчил. Бойтесь, бойтесь. Пришел претендент на звание царя. Так, и выбрал себе достойного противника. Мы все знаем, на что способен анкелозавр. Сломать ногу тираннозавра с одного удара? Говно вопрос. Он реально крупный. Да ладно. Тридцать семь. Но нет. Да, одного завалить таки. Какой красавчик. Решили разойтись. Неплохо. Давай. Давай, надозавр. Добивай своего четвертого. Правильно. Это правильный выбор. Походу, его сейчас нашампурует этот стиракозавр. Хана тебе, мой друг. Гребнистый. Делай свое дело. Ну мы, конечно же, не можем это дело просто так пропустить. Смотрите, в какой позе он его прокалывает. Музыка такая прям звездные войны. Смотрите. Ах, какая красота. Отлично. Победа. Остался... Остался... И два гибрида. Ну давай, Рексик. Может, ты сможешь перебить рекорд. Хотя, вряд ли. Наверное, здесь уже слишком сильные динозавры остались. Циракозавр, наверное, съел кого послабее. Неужто ли счастливая полоса закончится? Нет, надозавр до сих пор жив. Надозавр до сих пор жив. Вот, походу, будет битва с Анкелосом. Да, битва. Как и спинозавр, он сразу напал на сильного. Ну, это плохо закончилось для спинозавра, как мы помним. Один укус и все. Так, 1-0 в пользу в пользу Рекса пока что. Так, кто у нас тут хочет еще выпуститься? 3-0 пока что 3-0 Завропельта бежит к своей смерти. промахнулся. Реально, Раптора хотел перекусить. Прикольно. Так, Таразавр. Таразавр мы знаем, у нас он необычный, да? Да, у него есть бонус 15. Так что, давай, атакуй первым. было 80, осталось 35. Сколько, сколько? Смотрите, как больно он атаковал. 38% снял с Рекса. Рогатые это вам не просто так. то есть, рогатые все довольно сильные. То есть, если среди анкелозавроидов и стегозавроидов есть, как бы, такие слабенькие, то, то здесь неплохо. Хотя, вот только вышел, где-то, должен выйти сейчас трицератопс обычный. вот, вот это он, Посмотрим, что он сможет. Так, вот и закончилась счастливая полоса у анкелозавра. Ну, вот, смотрите, он почти, блин, всю игру продержался. но не против Рекса. хотя бы ответку ему дашь, а? Молодец! 68, 46, 22 процента. То есть, 5... Ох ты, вы посмотрите на это! Я прям не хочу, чтобы ты умирал. Но, увы. Они хотя могут разойтись, шанс есть. Да, смотрите какой. Сейчас еще вернется и добьет его. Ну, жучара. Ну, давай, Рекс. Рекс уже выбирает сейчас свою погибель. Раптор до сих пор тут ходит всех, дразнит. Зауропельта, смотрите, такая белая. Как Антарктопельта. Из Антарктиды какой-то. Антарктики. Так, ух, че тут Трисератус как-то агрится. Так, ну, это понтовщик, это гопота, короче. Раптор это гопота, он только понты побросал и убежал. А Рекс, дай нонихов-то он точит. Это я помню, когда я в одном вольере вырастил, обычно же большие хищники живут нормально с мелкими хищниками. А оказалось, что с Рексом не так все просто. так. О, Хосмозавр, отлично. Рекс может за два укуса его съесть. Все еще может быть. 72, ничего себе. Крепкий очень. Все, хана нашему. Даже если он выдержит еще один удар, это вообще без вопросов. А Рекс нет. Гибель погибель погибель нашла Рекса. Фаталити. У него реально короткие роги. О, давайте мы на это все дело посмотрим. Жаль, что у нас солнышко с другой стороны. Ой, прям смотрите, как вывернуло шею бедному нашему Рексу. Смертельный танец от Рекса. Вот так вот прям прям вот так вот погиб. Можно впасть заглянуть. Каждый найдет свою погибель. Так, готово, ребята. Выпускаем Индоминуса. Где у меня тут Индоминус? Индораптор, Индораптор, Индораптор. Индоминус Рекс. Выпустить. Так, урбанический стиль нашего Индоминуса. Так, посмотрим, сможет ли Индоминус завалить здесь всех. Это было забавно. Сколько здесь осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеро. Ну, шесть ты сможешь сделать? Так, ну вот, первое же уже пришло на десерт. Это у нас было пироженка. Пироженка в виде зоуропельты. На два укуса. Ооо, 25% это больно. Может, еще раз проатаковать. Это парень непростой. Рычит-то как? Мне вот нравятся вот эти звуки. Ну, все. Здесь все. Так, 1-0. Но рекорд сретозавра остался непревзойденным пока что. Но у этих ребят есть все шансы. Но дозавр, он до сих пор жив. Как? Как? Ну, не добил, конечно, Рекса, но сохранил свою жизнь. Так, крихтонозавр. Ну, давай. разок только сможет ударить. Давай, ну, хоть один удар. Молодчинка. неплохо, довольно сильно, почти там около 25-30%. но, к сожалению, нам. Ой, 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 как приятно хрустят косточки. 37 на 61. блин, смотрите, какой он себя, по-беду, не дает, конечно. 30%, 30% снял. Может, убежишь? Походу, не в этот раз. да, вот и закончилась удача. да, погиб второй наш супергерой этой серии. Цератозавр и надозавр. Так, ну, посмотрим, появится ли у нас третий герой. Сможет ли кто завалить больше четырех. Это, конечно, задача непростая. Здесь все грозные противники остались цератопсы. Хасмозавр. Так, сколько там на счету хасмозавра? Один только. Один трицератопс. Трицератопс, тиранозавр. Ну, индонус, походу, здесь и погибнет. Потому что хасмозавр выдержит 2-3 укуса. 63, да, 27%. Ну, еще один укус он выдержит. 14. Ну, еще по одному удару сделает. Или, может, хасмик. Смотрите, хасмик два удара подряд. Все. претендент на героя хасмозавр тоннаж, а. бедняк, гок, смотрите, как покоробило. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, ну, вот так вот. То есть, у нас осталось еще три. Выпускаем нашего первого. И давайте второго сразу выпустим, а то они у меня сейчас поумирают просто от времени. Они очень долго там в инкубаторе. Ну, у нас и по, какие-нибудь появились, и стегозаврики тут появились, и чункингозаврик появился, и хуаянозаврик появился. Так, ну, давайте будем наблюдать. Финальная битва, ребята. Удар в 55%. Это по Трицератопсу. Думаю, крепче, чем Трицератопс, здесь нет. И очень быстро он атакует. О, наконец-то. Наконец-то кто-то съел. вот я и говорю, Индорапторы парни жесткие. Он первый, кто захотел сожрать эту мелочь в виде Раптора, который тоже убил уже и Диласа убил, и убил еще и Дейнониха. Так, ну, у нас тут два бойца. Этот Индораптор, конечно, начал с халявы. Чего не скажешь про вот этого. Здесь есть Анкелос. Если что, я еще добавлю динозавров, но эти Индорапторы должны погибнуть. Ну, конечно, если они не будут убивать всех без шансов. Так, вот здесь сейчас там тоже начнется битва. Так, здесь так, здесь так. Ну, мне кажется, здесь будет ответ. Да, здесь ответ последовал. А там ответа, походу, не было. Довольно-таки неплохо. 37 всего лишь процентов осталось. А Анкелос, смотрите, как хорошо это держится. неожиданно. Неожиданно. Давай, давай, Анкелос. Так, они решили разойтись. Да, разошлись. У нас следующая битва. Ооо, ой, как порвал уже он, Чингингозавра. Но он тоже дает сдачу. но прикольно да прикольно они убивают стегозавроидов но еще здесь осталось довольно таки много вот 1 2 3 4 еще 5 осталось ну я думаю они уже с этими не справятся так надеюсь вы друг на друга не согритесь они у нас разные раскраски вот этот у нас такой как дуральску old the game да а вот это у нас более как красный и оранжевый ну нашел где воду попить терпи у нас тут два хосмозавра он что-то странное делает в этой луже вам не кажется у них здесь правило то есть кто пьет того не есть надеюсь вы вдвоем не начнете сражаться то это будет печально молодцы разошлись так там хосмозавр пошел и здесь будет хосмозавр мне так кажется сейчас будет две битвы с хосмозаврами да 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 100 процентов 58 процентов но вот этот должен погибнуть ничего себе хосмозавр не держит столь так удар но по крайней мере сдачу дают так сейчас будут два съеденных хосмозавра 19 процентов но этот был рядом этот парнишка справился первым эти разошлись у нас есть здесь анкелос есть хоянозавр и есть тиракозавр они все способны на убийство мы это знаем так решили сойтись но исход здесь ясен так но останется хоть кто-то из них живым 3 против двоих и как бы здесь не все целенькие анкелос довольно пробитый но он сможет за один удар завалить вот этого а этот почти целый то есть этот должен выжить да и он сейчас сразиться с анкелосом то есть он как раз победит самого сильного анкелозавра это а вот эти уже наверное не не выживут мы посмотрим 25 97 он процентов 30 не больше меньше даже снимет даже ни одного удара не успел сделать 10 стоп первым про атаковал хоянозавр здесь и все и вот ребятки финал нашей сегодняшней серии сколько на счету этого было всего лишь двое а на счету этого один так ну на счету вот этого точно не один 5 до ребятки он таки смог побить рекорд сератозавра он сделал 5 и это будет шестой это будет шестой это какой-то у нас супер агрессивный неужто ли у него гены какие-то разные да нет у него по атаке по нулям ничего такого нет он еще и вот этого съест оу 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 только захрустела 3 в тревожная музыка такая у нас тут так ну все давай последнего доедай у него нет шансов он хоть и целехонек но он не сможет пробить 73 процента такое поле битвы такое поле битвы да такое поле битвы как в древние времена в рыцарские ну 73 45 ну хоть один удар сможешь сделать увы 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 упс вспорол брюхо последнему выжившему травоядному это у него на счету был еще и 6 6 динозавра позитивно это шестой не это не седьмой у этого был один кстати тоже на счету хищника смог завалить вот 7 7 но один из них был это велосераптор то бишь 6 это наш новый рекордсмен да хотя циратозавр показал себя с лучшей стороны и с очень неожиданной на дозавр себя показал вот такие вот ребятки у нас были были сражения с вами был александра всем спасибо за просмотр и до скорых встреч в нашей арене